Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию нового глобального проекта «Большое евразийское пространство». Уже сейчас более 40 стран мира проявили неподдельный интерес к этой инициативе Кремля. Большая Евразия. Проблемы и перспективы развития. Это главная тема сегодня в реальном времени. Наш гость и эксперт Оскар Акаев. Оскар Акаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами лично познакомиться и встретиться здесь, в прямом эфире телеканала «Царьград». Спасибо. Давайте начнем прямо вот с главной темы. Итак, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Владимирович предложил проект, который, безусловно, резонирует, который уже имеет реакцию, по крайней мере, по его словам, как минимум 40 стран проявили инициативу. Его инициатива основана на базе Евразийского экономического союза. Ваши комментарии. Первая мысль, которая у вас возникла, когда вы услышали об этой инициативе. Я считаю, что инициатива весьма своевременная, поскольку она имеет основания. Мы знаем, что сам Евразийский экономический союз родился тоже по инициативе Владимира Владимировича Путина. Примерно два года назад он как раз высказал о новой форме интеграции. И вот два года, как сегодня функционирует Евразийский экономический союз. Правда, конечно, в усеченном виде хотелось бы, чтобы это была более глубокая, более полная интеграция. Но я думаю, придет и это время. Но что касается инициативы большой Евразии, я поддерживаю. Я считаю, что это инициатива, которая имеет такое длительное будущее. Это очень важная инициатива для 21 века, учитывая то, что сегодня возрождается как евразийская цивилизация, так и китайская, индийская. Мы видим, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня крепнет и расширяется. Вот только недавно в Ташкенте были приняты новые члены ШОСТ. Это Индия, Пакистан, на очереди Иран. Таким образом, уже структурирование большой Евразии идет. А в центре действительно евразийская цивилизация, которая может служить мостом между вот этим нарождающимся на Востоке евразийским таким союзом мощным и европейским союзом на Западе. И я вижу, что эта идея, она получит скоро и такое материальное, экономическое во многих измерениях подтверждение. Ну, например, во время недавнего визита президента Путина в Китай было подписано большое соглашение с председателем Китайской народной республики, с Изиньпином. И там как раз предусматривается разработка и принятие такого обширного торгового соглашения между Евразийским союзом и Китаем. А постепенно это, конечно, перейдет уже, я думаю, в такое торговое соглашение в новом формате между Евразийским союзом и странами Шанхайской организации со временем и с Европейским союзом. И я убежден, что это даст такой огромный импульс. Вот сегодня только что вы говорили о проблемах в экономическом развитии России, о стагнации российской экономики, об урезании поддержки социальных слоев населения. И мне кажется, вот как раз нужен рост, нужен динамичный рост экономик не только России, но и всех стран евразийского экономического сообщества. Нужен успех для того, чтобы вот это интеграционное объединение Евразия, оно стало успешным и оно стало привлекательным. Я, например, как оптимист, я тоже участвовал в формировании интеграционных объединений на постсоветском пространстве, оптимист. Я считаю, что если будет успех в экономической сфере, вот благодаря импульсам, благодаря вот развитию торговли между Евразийским экономическим союзом и Китаем, который реально может начаться, потому что это было поддержано президентом Российской Федерации, председателем Китайской Народной Республики и президентами всех стран Евразийского экономического сообщества. И это могло бы, я думаю, что привести к расширению такому успешному продвижению интеграционного союза. И я, оптимист, верю, что через годы это могло бы превратить евразийскую пятерку уже в евразийскую десятку. То есть вы даже так вот, если рассматривать в долгую... Да, в долгую. В долгую. Даже в среднесрочном проспекте, в среднесрочном аспекте, вот так, например, горизонтом 10 лет, я думаю, что это было бы. Вот сейчас появляется прекрасная возможность дать импульс, то есть появляется один из таких внешних источников для того, чтобы начать экономический рост как в России, так и в странах Евразийского экономического союза. Саркадьевич, вот подождите, получается такая у нас сладкая ситуация, уж простите за подобное выражение. Не мне вам рассказывать, даже после развала СССР, и вы сказали то, что вы участвовали, действительно участвовали в интеграционном, создании интеграционных институтов, вообще в завязке, в новых завязках, а может быть даже и сохранить прежних, да, связи между странами бывшего СССР, но не мне вам рассказывать, вы же знаете, с какими проблемами сталкивались, и вы сталкивались, когда были главой киргизского государства. В чем здесь, вот если мы говорим о Большой Евразии, какие здесь могут быть подводные течения, какие здесь могут быть подводные камни, какие вы видите проблемы? Ну, проблемы, конечно же, проблемы заключаются сегодня в основном вот в тех террористических акциях, вот усилении террористических таких сил, которые, международных террористических сил, которые набрали силу на пространстве Большой Евразии, ну, начиная от Афганистана до Ближнего Востока, вот сегодня продолжается кризис в Сирии все еще, вот, но надеемся, что уже найден подход к разрешению конфликта в Сирии. Будем надеяться, что эти проблемы будут решаться. Мне представляется, что вот эти интеграционные процессы, они начнут снимать эти проблемы. Ну, например, вступление в шанхайскую организацию Индии и Пакистана. Индия и Пакистан, вы знаете, страны, которые долгое время имеют претензии друг к другу, пограничные. Непростые, прямо скажем, отношения. Непростые отношения. Но меня, собственно говоря, вот радует и вселяет надежду, что дела пойдут на улучшение в этом регионе. В этом регионе то, что они вступили оба единовременно в шанхайскую организацию сотрудничества. А ведь шанхайская организация сотрудничества как раз возникла на почве именно создания дружеского окружения. Китай хотел дружеского окружения. Страны СНГ хотели дружеского окружения. И хотели на основе взаимосогласия, взаимного согласия решить пограничный спор. И эти все проблемы были решены. И мне кажется, что таким образом начнут сниматься, смягчаться сначала, конечно, а потом и сниматься проблемы, которые стоят между Индией и Пакистаном. Между Индией и Китаем. Мы видим, тоже когда-то были проблемы. Но ведь сейчас они постепенно, они находятся и в БРИКС, находятся и в ШОС теперь. И видим, как торговые, экономические отношения, сотрудничество всестороннее развивается между Китаем и Индией. Ну, у России с Индией всегда были прекрасные отношения во всех... И не только торговые, экономические. Не только торговые, в военно-технической сфере, во многих сферах. Поэтому вот эти события, они как-то вселяют в меня оптимизм, что будет упрочение мира, стабильности на пространстве Большой Евразии, которое как раз создаст благоприятные условия и для, прежде всего, торгово-экономических связей. Сегодня все-таки, мы же знаем, производственный потенциал Китая колоссальный. Китай имеет сегодня огромные инвестиционные ресурсы, огромные. Вот. И если действительно торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество сегодня будут набирать обороты между странами Евразийского экономического союза и Китаем, я уверен, что это будет такой один из благоприятных, экзогенных таких источников для экономического роста. Вы сейчас как раз говорили о внутренних источниках. Я с вами полностью солидарен, что для того, чтобы начать рост в российской экономике, надо прежде всего стимулировать спрос, потребительский спрос, а следовательно, нужно как-то подумать о том, как наращивать доходы населения, потому что именно доходы служат источниками спроса. Вот. И с другой стороны, нужны, конечно же, инвестиции. Но инвестиции для того, чтобы пошли инвестиции, действительно, ресурсы есть, но нужны проекты, нужны технологии, инновации. Нужны инновации, в которые нужно было бы без оглядки инвестировать имеющийся капитал. Вот ко всем этим трем источникам добавляются важные, мне кажется, внешние источники. Это могло бы стимулировать начало оживления и подъема экономик стран Евразийского союза. Давайте я сегодня буду сомневаться, а вы будете опровергать мои сомнения. Даже так договоримся. Смотрите, если рассмотреть структуру экономик стран, который даже входит в Евразийский экономический союз, мягко говоря, это разная структура. Есть и определенные в какой-то степени противоречия. Например, структура экономики России очень близка к структуре экономики Казахстана. Здесь по отраслям мы прям видим те же углеводородные проекты. Да, они не входят в клинч. Да, каждая страна нашла свой рынок сбыта и так далее и тому подобное. Но если мы говорим о более серьезной интеграции, а здесь мы с вами, сидя за столом, в общем-то, союзники в этом вопросе, я думаю, что абсолютное большинство наших телезрителей так же считает. Здесь вы не видите подводных камней? Здесь не могут возникнуть проблемы, когда, знаете, интересы начнут входить в клинч? Конфликт интересов. Ну, я считаю, что я сторонник буддизма в том плане, что, знаете, у буддистов очень хорошая такая предпосылка, что глаза человеку даны спереди, надо всегда смотреть вперед, созидать будущее, а не оглядываться назад и бороться с прошлым. Знаете, и я считаю, что Евразийскому союзу, хотя в нашем прошлом было много замечательного, много хорошего, которое мы, может быть, потеряли во многом, в значительной мере, но не все еще есть. Поэтому я считаю, что надо смотреть вперед. И в чем я вижу, например, точки сопряжения? Сейчас ведь, смотрите, президент Путин проявил инициативу замечательную о том, что, и я считаю, что это стратегически правильное, важное сопряжение Евразийского экономического союза экономическим поясом Великого Шелкового Пути. Проектом Пекина. Да, с проектом. Я считаю, что для Китая это жизненно важно, потому что мы видим, что Транстихоатлантический союз, другие союзы, они пытаются, в общем-то, изолировать... Транстихоокеанский, то есть Вашингтон же несколько пытается... Да, Китай и Россию изолировать от новых центров мирового роста, от мировой торговли. Вот в этой ситуации, конечно, Китай не случайно начал этот экономический шелковый путь, потому что Китаю нужно уже на большом евразийском континенте прокладывать пути для торговли, пути для инвестиций, пути для влияния. Вот. И тут, конечно, страны Евразийского экономического союза, в первую очередь Россия, Казахстан, конечно, очень хорошие имеют позицию, они могут оказаться в выигрыше, и поэтому я считаю, что это очень правильное было решение. И в этой связи я хотел бы сказать, что страны Евразийского, мы когда-то имели, в общем-то, одну экономику, и они были очень гармонично состыкованы. Взаимно интегрированы. Причем они были настолько глубоко интегрированы, что, в общем-то, была экономика, которая работала как часы, можно сказать, как хорошие. Вы имеете в виду советскую экономику? В советскую эпоху. Особенно 60-е, 70-е годы. В 80-х уже, конечно, начало потихоньку рушиться, к сожалению великому. Но к этому можно вернуться. К этому можно вернуться. Да, мы много потеряли из-за именно деиндустриализации. Из-за деиндустриализации. Но сегодня надо наверстывать. Вот России, президент Путин всегда говорит о том, что мы должны переходить на рельсы реиндустриализации, на технологическое перевооружение. Необходимо насыщать экономику инновационными продуктами, товарами и так далее, инновационной технологией. Вот на этой основе страны Евразийского экономического союза могли бы создать новую интегрированную экономику. Ведь об этом говорит и президент Казахстана. Об этом мечтают, конечно, и другие страны Евразийского экономического сообщества. Потому что без реиндустриализации, без создания новой индустрии, говорит о таком мощном экономическом подъеме, конечно, не придется. И вот я хочу привести такой пример. Был создан, если вы помните, центр высоких технологий стран евразийского еще экономического сообщества. Сейчас-то уже интеграция перешла на более высокий уровень. Но он бездействовал. Почему? Потому что там даже были, я знаю, были десятки, сотни проектов из всех стран Евразийского экономического сообщества. Вот из России, Беларуси, Казахстана. В основном из трех этих крупных стран, конечно. И других стран. И из Армении. И Кыргызстан, мой родной, конечно, мог бы присоединиться к этим проектам. Но эти все проекты, они лежали, они не реализовывались из-за отсутствия инвестиционных ресурсов. Не было инвестиций. А вот сейчас, во время как раз визита президента Путина в Китайскую Народную Республику, вы знаете, там как раз подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве. И китайская сторона берется как раз инвестировать в этот центр высоких технологий Евразийского экономического союза. То есть появляется возможность совместно с Китаем инвестировать вот те инновационные проекты, которые собраны в рамках уже Евразийского экономического союза. И это может произойти буквально в ближайшие годы. А это инновации, это новые технологии, разрабатки... А это инновации, это новые технологии. И это уже технологии, которые касаются как раз всех стран. Не только, допустим, Белоруссия отдельно. Там-то как раз Евразийская экономическая комиссия, она отбирала проекты, которые затрагивают экономические интересы всех стран. И Казахстана, и Белоруссии, и России. Теперь это интересно и Китаю. Теперь представьте себе, Китай начнет... У Китая есть инвестиционные ресурсы. Достигнута договоренность. Начнет инвестировать в эти проекты. И таким образом появляются новые производственные предприятия на территории стран Евразийского экономического союза. Это новые тысячи рабочих мест высококвалифицированных, о чем мечтал президент Путин. Это добавленная стоимость. Это начало роста экономики. То есть это мощнейший стимул. Точки роста могут появиться. Это мощнейший стимул, я считаю, для дальнейшего динамичного развития и углубления Евразийского экономического союза. То есть я вижу, что здесь в ближайшие годы, я смотрю оптимистично, в ближайшие годы может пойти такое динамичное развитие. Ну вот смотрите, вновь тогда задам ложку дегтя в большую бочку меда под названием Большая Евразия. Я не думаю, что наши западные партнеры, мы их так нынче величаем с легкой руки, Владимир Владимирович, будут смотреть и наблюдать за происходящим интеграционным усилением между двумя глобальными проектами. Евразийским экономическим союзом и проектом Китая «Великий шелковый путь». Те же Соединенные Штаты, в большей степени Соединенные Штаты, в меньшей степени Евросоюз, наверное, не очень, я так мягко сформулирую, заинтересованы в этом усилении, в образовании мощного интеграционного центра развития. Абсолютно верно. Их попытки, вы абсолютно справедливо заметили, и Транс-Тихоокеанская, и Транс-Атлантическая партнерство, это, в общем-то, ответ, да? Да. Вот на ваш взгляд, здесь они смогут на противоречиях сыграть? Ну, естественно, позиция Соединенных Штатов Америки однозначная. Не допустить усиления. Не допустить. Не допустить усиления Большой Евразии, ни Китая, ни России, ни Индии, конечно, да. Но я считаю, что время гегемонии Соединенных Штатов Америки проходит. Да, конечно, еще некоторое время, еще пару десятилетий Америка, конечно, еще будет диктовать миру во многом своими санкциями военными, там, операциями диктовать миру свои условия. Но все-таки эта эпоха такого гегемона, она, к счастью для народов мира, она все-таки проходит. Это уже вчерашний день. Все-таки это вчерашний день. Все-таки развивающиеся страны, лидерами которых сегодня являются Китай и Индия, они набрали такую мощь, а американцы, видимо, даже не могли предположить лет 20 назад, что они могут упустить вот такое динамичное развитие Китая. Они помогали, вы помните хорошо, они перемещали технологии в Китай. Производство целое перемещали. Да, производство целое, передавали технологию. Конечно, тоже в интересах финансового капитала Соединенных Штатов Америки, ну а потом 90% прибылей все-таки шли в Америку от передачи этих технологий. Но все-таки они упустили момент, когда Китай трансформировался в самостоятельную технологическую державу. Сегодня Китай уже сам развивает динамично технологии во мне, в направлениях становится лидером. Индия тоже. Вот у Индии ближайшие перспективы даже гораздо лучше, чем у Китая. И у стран БРИКС сейчас вот Китай первые 10 лет был лидером, а следующие 10 лет, я уверен, будет Индия лидером. Поэтому, видите, вот страны БРИКС, а теперь они составляют ядро ШОС. Они разве... Ну, Россия имеет самые передовые технологии в военно-технической сфере. С этим никто не спорит. Вот операция в Сирии показала, что последние усилия, которые в последние десятилетия были предприняты, вот с улучшением в этой сфере, они дали результаты практически, да. Но теперь в России, конечно, надо решать вопрос о том, что гражданская, в сфере гражданских технологий, это либо путем конверсии, либо путем решительной поддержки этих инновационных развитий... Формы могут быть разные. Да, формы могут быть разные, надо, конечно. И тогда, я считаю, что Большая Евразия, смотрите, под лидерством России и Китая, Индии, она становится такой мощной экономической и геополитической такой силой. И я хотел бы сказать следующее. Знаете, Европейский Союз сегодня все-таки находится у точки бифуркации. Вот Европейский Союз последние десятилетия, они приводят к размышлению европейских лидеров, а не повернутся ли им тоже в сторону Евразии. То есть дружить по Атлантической линии, конечно, они всегда это будут. Но пока Вашингтон жмет на полное... Но экономически, экономически, мне кажется, Европейский Союз тоже может повернуться, потому что от развития проекта «Шелкового пути» Европейский Союз тоже может колоссально выиграть. И это Европа не может упустить. Посмотрите, в средние века, когда процветал Великий Шелковый путь, ведь вся инновационная продукция шла из Китая в Европу, знания тоже из арабского мира... Когда-то это уже было. ...перепочивали возрождение. А сейчас, а сейчас, ведь смотрите, это может стать двусторонним движением. Двусторонним, то есть вот Восток Большой Евразии, он заинтересован, конечно, в передовых технологиях, в передовом менеджменте, который может прийти с Европы. А Европа заинтересована, потому что продукция Европы может поглотить растущий средний класс Индии и Китая. Посмотрите, через 10 лет Китая будет 100 миллиардов, 100 миллиардов средний класс. И сегодня, вот я несколько лет назад был в Китае, встречался с учеными, встречался с профессорами университетов. Профессор университета ездит на BMW немецкого производства, хотя эти же BMW производятся в Китае. Я его спрашиваю, слушайте, а почему вы не пользуетесь BMW китайского производства? Он говорит, о, это качество примерно одно и то же, но это престиж. Поэтому, смотрите, престиж. И он приезжает, покупает BMW в Германии, в германского производства, предпочитая китайскому. Но, видите, и поэтому средний класс, который способен поглотить европейскую продукцию, он в Китае и в Индии. Поэтому Европа может развернуться. А сейчас, вот эпоха последних 40 лет, были, вы знаете, эпохой экономики предложения. Предложение решало. Да. В мире все предлагали люди, покупали спрос как-то. Вот благодаря кейсианству в мире был сформирован спрос замечательный, особенно послевоенные 30 лет эпоха процветания. В общем, средний класс вырос, колоссальный на Западе. Он поглощал все. А сейчас, смотрите, в Америке средние классы размываются. Америка теряет позицию. В самой Европе тоже. А вот эту всю продукцию, БМВ, образно я говорю, Airbus. Я понимаю, да, да, да. Это все высокотехнологичную, высококачественную, но дорогую продукцию европейского производства. Кто будет покупать? Будет покупать средний класс. Но и странам Евразийского экономического союза надо наращивать свои возможности. Вот поэтому я думаю, видите, поэтому я думаю, вот то, что Евразийский экономический союз, он оказывается между Европейским союзом и Китаем, даже больше ШОС, давайте возьмем. БРИКС не будем брать, потому что Бразилия там далеко на континенте. А ШОС теперь и Европейский союз в центре евразийской цивилизации. Поэтому, конечно, я считаю, что это была замечательная инициатива Владимира Владимировича Путина, все-таки повышать уровень интеграционный, создать, создан Евразийский экономический союз. Я убежден, если будут в течение трех-пяти лет успехи в экономическом развитии, вот если пойдут развитие новых технологий, новых производств, инновационных на основе общих проектов, а проекты, они рождаются в основном-то в России, но они приносят плоды всем. Эффект получают все страны. Эффект получают все, и это будет укреплять, конечно, укреплять союз. И тогда, я уверен, она превратится в десятку. А там где-то через 15-20 лет, я убежден, может появиться снова евразийская дюжина. Все 13. И Украина придет, и Молдова, Грузия, все-все снова придут. Я уверен, Украина пройдет через эти адовые коридоры, все испытают все. И Европейский союз в Украине ничего дать не может. И вернется домой. И я убежден, сегодня, конечно, огромные проблемы с Турцией были, но 10 лет назад я слышал от турецких бизнесменов, они говорили, что, слушайте, мы все строим в России, вся Россия отдыхает, кормит Турцию на побережье Турции. Почему бы нам идти не в Европейский союз, а в Евразии с нам идти? Такое было, между прочим. То есть вы не исключаете того, что Анкара так же развернется в этом? Не исключаю, что со временем может Турция отказаться, потому что в Европейский союз, вот недавно же премьер-министр сказал, Великобритания, что Турция не примет и к третьему тысячелетию. И это право, и это истинно. Теперь уже, правда, стоит добавить уже уходящий премьер-министр. Со временем и Турция может. Я убежден, что вот и Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Украина, они все вот успехи экономической интеграции они приведут, я уверен. И может появиться именно просто Евразийский союз более полными полномочиями над национальными органами, как в Европейском союзе, я думаю, что вот эта инициатива, эта идея Владимира Владимировича Путина, она очень дальновидная стратегия, и она принесет пользу всем странам на Большой Евразии. То есть Большая Евразия сегодня уже формируется, понимаете, благодаря успехам Китая, Индии, и благодаря вот успехам ШОС, Большая Евразия, она уже, и она продвигается вот, пожалуйста, по великому шелку. То есть получается, что это уже не проект, а реальность. Это уже реальность, знаете, это уже реальность, потому что, посмотрите, инфраструктурные проекты, причем Китай готов вложить триллионы долларов, то есть реальные триллионы долларов. Уже ведь проложены трубы, дороги строятся по Казахстану, поэтому я считаю, что проект Большой Евразии будет иметь решающее значение в геополитических изменениях 21 века, ближайших десятилетий. Я убежден, мир будет менять Большая Евразия. Большая Евразия будет лидером мирового развития в 21 веке, ну вот, начиная с первой трети. Я в этом убежден. Спасибо вам огромное. Расскажи, горячий, мне было приятно провести с вами это время здесь, в студии телеканала «Царьград». Надеюсь, наша первая, но далеко не последняя встреча. Тем более, я с вами полностью согласен, Большая Евразия – это не вчера, это даже не сегодня, это завтра глобального мира, глобальная экономика. Это завтра, да, это будущее мира, я считаю. Спасибо огромное.